Автомайдан совместно с Центром противодействия коррупции, иллюстрационным комитетом, съездил в гости к президенту Петру Порошенко. Главным требованием к власти было подписание указа об отставке генерального прокурора Виктора Шокина, который, по мнению участников данной акции, препятствует конкурсной комиссии в выборе антикоррупционного прокурора. Что было интересного и что же происходило, и были ли какие-то конфликты, узнаем прямо сейчас. ВИГНАТИ Шокина – это половина справа. Когда мы иллюцеевали отставку Виталія Яреми, то мы зареєстрували проект закона, чтобы новый генеральный прокурор оборвался через конкурс, так как директор Национального антикоррупционного бюро. Это не должно быть зависеть человеком. Треба прекратить это проклятие, когда президент будь-який ставит генеральным прокурором своего холуя. Так не может быть. Я думаю, что Автомайдан является таким подзвеном для президента, потому что когда до тебя едет Автомайдан, это значит, что ты точно что-то очень хворое делаешь. И я думаю, что президенту сейчас время управлять. Мы требуем двух вещей. Первое – отстранение Юрия Покурора Шокина. Второе – чтобы на его место назначили человека, привезли в Раду представление на человека, который будет выполнять свои обязанности, а не так, что в следующей аккаунтурах хуже предыдущей. У нас есть непосредственно претензии добровольческие. Это претензии Иловайской и Ил-76. До сих пор не переданы в суд. Больше года прошло. А негодяи, которые должны сидеть, они сейчас занимают высокие посты и получают высокие звания. И второе – это общая коррупция в стране, которая еще больше, чем за временем Януковича. Мы вообще сейчас на грани того, чтобы посмотреть на наш общественный договор. В прошлом году мы договорились, что мы их не свергаем. Мы все вместе меняем страну демократическим путем. Где изменения? Вы не должны были закопиться и продаваться, потому что у вас низкая пенсия. Почему вы решили, что мы продаем? Я не вижу, что вы идеальный. Скажите, какие идеи, какие привыкли к партии «Солидарность», какие идеи партии «Солидарность», какие идеологические засады. Вы идеи нас дырали, не за гроши. Расскажите, что вы хотите. Я стою для того, чтобы были сделаны такие реформы, в результате которых были европейские зарплаты и европейские пенсии. Почему вы сегодня здесь? Почему вы встречаете акцию «Аптомайдана» своей акцией «Аптомайдана»? Смотрите, сейчас достаточно нестабильная обстановка в стране. Не буду там всех моментов возмущать. То есть, если мы сейчас организуем... Смотрите, если мы сейчас организуем еще «Майдан», то может это все печально закончиться очень. Понимаете? То есть, экономика нестабильна. У нас такая дорогая опыт, как для простого этого. Да, да. Правда, что вы засунули. Я в жопу засунули, или что? Уважаемые. Что, уважаемые? От кого ты скрываешь свое лицо? От кого ты скрываешь свое лицо? Мы все открыты здесь. А ты от кого снимаешь свое лицо? От кого вы? Снимай, снимай! От кого? Вот от таких, как вы, банатиков. Который меня на видео снимет, а потом завтра за лгом зарежет. Я на вас не нападаю. Я хочу с вас снять флаг. Вы позорите мою державу. Вас нельзя так использовать. Ты нос флагом выкираешь. Сними флаг. Уважаемые, вы меня сейчас избиваете. Флаг нельзя так использовать. Вы с меня одежду. Флаг забери. Флаг забери, это тебе не проток носовой. Прапор, снимай, нападай с носа. Прапор, рни. Провокатор. Не чипайте его. Не чипайте его. Не чипайте. Не чипайте. Забери своих сопли в прапор. Ты чуешь? Забери сопли в прапор. Никто тебя не будет чипать. Мы приехали сюда, потому что президент Порошенко дальше покрывает всех коррупционеров, которые остались после Майдана. Никто не был посажен в тюрьму из старой власти. Никто из коррупционеров не был даже арестован. Поэтому мы хотим напомнить президенту Порошенко, что мы наняли его, как быть президентом нашей страны, чтобы в первую очередь бороться с коррупцией. И если он не уволит генерального прокурора, потому что в генеральной прокуратуре сейчас основная коррупция, то нам, украинцам, придется ставить вопрос о том, что нам надо увольнять нашего президента. И покажем, что мы братья козацкого роду.